Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня о главном. Состоялось итоговое заседание Национального собрания Западной Армении. У школы детских садов Гадрута и Шуши появятся новые корпусы в Степанакерте. Азербайджан представил незаконный отчет разведки об армянской общине Аргентины. Почему Иран решил открыть генеральное консульство в Капане. Килис – древний город в Западной Армении. Конец невинности – Караманьян. Офис Госдепартамента США по Европе и Евразии призывает Баку освободить всех пленных. Археологические реликвии из Шуши. Новая выставка в музее Рабуни. Депутаты из разных стран и президент Западной Армении Арменак Абрамян приняли участие в итоговом онлайн-заседании Национального собрания Западной Армении. До открытия заседания с речью выступил президент Арменак Абрамян, который завершил свое выступление новогодними пожеланиями армянскому народу Западной Армении. В ходе заседания были обсуждены предложения комитетов, а также вопросы, связанные с депутатами, исключенными из Национального собрания в 2021 году. Заседание завершил председатель Национального собрания Леонардо Басмаджан, поздравив депутатов и армян Западной Армении с Новым годом. Согласно заявлению аппарата президента Арцаха, Арайка Рутюнян принял коллектив ряда средних и музыкальных школ Гадрута и Шуши. В лице присутствующих он поблагодарил сотрудников общинокупированных территорий Арцаха, которые в этот непростой период, несмотря на тяжелые условия, добросовестно выполняют свою работу, обеспечивая бесперебойный образовательный процесс. Арайка Рутюнян отметил, что с 1 сентября 2022 года у школы детских садов Гадрута и Шуши появятся новые корпусы в Степанакерте. Отвечая на озабоченность учителей по поводу безопасности, президент подчеркнул, что народы власти Арцаха никогда не примут никакого статуса в составе Азербайджана, а безопасность страны будет обеспечиваться армией обороны и российскими миротворческими силами. 23 декабря Азербайджан составил и опубликовал незаконный разведывательный отчет об армянской общине Аргентины. В отчете анализируются учреждения Армении и приводятся личные данные различных деятелей аргентинской общины. Он осуждает тех, кто поддерживал борьбу за признание геноцида армян, а также тех, кто выражал свои взгляды во время войны 2020 года, развязанной Азербайджаном и Турцией против Арцаха. Текст систематически отрицает геноцид армян, повторяя официальные отрицательные позиции правительства Азербайджана и Турции. В докладе армянская община Аргентины обвиняется в незвании и текущей политической ситуации Армении, а также в противостоянии диалогу с Турцией и Азербайджаном. Согласно диарию Армении, это незаконный отчет в Аргентине, чей закон о национальной разведке запрещает иностранным организациям готовить или проводить разведывательные миссии в стране. По мнению иронолога Жанны Варданян, открытие генконсульства в Капане говорит о том, что Иран не желает оставаться в стороне от процессов, происходящих на Южном Кавказе. Он хочет обеспечить свое прямое присутствие в регионе. Другое обстоятельство открытия генерального консульства Ирана в Капане обусловлено ситуацией после 44-дневной войны в Арцахе. Власти Ирана очень серьезно критиковали за то, что они игнорируют Южный Кавказ, сказала она. По словам Варданяна, открытие консульства в какой-то мере связано со стремлениями Азербайджана, который хочет иметь коридор в Нахичевам в Сюникской области, что может в некоторой степени подорвать безопасность армяно-иранской границы. Поэтому не случайно иранская сторона часто заявляет о необходимости реализации совместных программ между этой страной и Сюника. Древний город Килис в Западной Армении расположен в 55 километрах от Айнтапа и в 10 километрах от сирийской границы. Килис был одним из важнейших городов хедского государства в 1700-х годов до н.э. Здесь проживали многие другие цивилизации. Это была колыбель таких цивилизаций, как Вавилон, Хедское государство, Хури, Митани, Арамейское, Ассирийское, Римское, Византийское и Османской империи. Панорама Килиса состоит из каменных домов, выходящих на узкие улочки. Множество старых религиозных построек, таких как мечети, церкви и синагоги. Кухня Килиса богата и разнообразна. Она также отражает особенности кухни Алеппо. Основу блюд составляют мясо и булгур, но в зависимости от сезона готовятся овощные блюда. Здесь сохранились замки с доисторических времен. Все мы знаем, кто такие три короля на самом деле, согласно Библии. Многие из нас захотели бы остаться невинными и остаться в реальности, в которой находятся дети. Но время неумолимо открывает правду. В самом деле, 600 лет турецкого правления кажутся слишком долгими для нас, чтобы не осознавать в полной мере масштабы нашего врага. Особенно, когда этот жестокий период варварского правления завершился геноцидом наших предков. Статья полностью доступна на нашем сайте. Управление Госдепартамента США по Европе и Евразии призывает к немедленному освобождению всех пленных в Азербайджане. Мы призываем к немедленному освобождению всех пленных, обмену телами и регистрации пропавших без вести. Мы подчеркиваем важность гуманного обращения с пленными в соответствии с международными обязательствами, заявило Бюро по делам Европы и Евразии. В историко-археологическом заповеднике музея Рабуни открылась временная выставка археологических реликвий из Шуши. Были представлены уникальные археологические объекты Шушинского музея ковра. В основном гончарные изделия, металлические предметы, кувшины, украшения, кинжалы и монеты. Все они были найдены на территории Арцаха и датируются от 20 до 6 века до н.э. Во время 44-дневной войны 2020 года ковры, коврики и другие археологические объекты были эвакуированы из музея. По мнению археологов, большая часть экспонатов принадлежит Атьенской культуре Армянского Нагоря. Феномен состоит в том, что в конце бронзового железного века мы можем утверждать, что почти все территории Армянского Нагоря были культурно-однородной. Сказал Микаэл Бадалян, директор историко-археологического заповедника Музея Рабуни. Выставка продлится до 29 мая. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok